Путь посвящения Ведущий к приобретению сознания высшего божественного плана. Человек становится сознательным на каждом уровне своего существа. Прежде чем человек станет сознательным на высшем божественном плане, ему необходима длительная физическая и духовная подготовка. Она нужна для того, чтобы выдержать высокие вибрации без вреда для организма. Чтобы стать сознательным на этом плане, необходимо проводить вибрации этого плана в нервы и через них в тело. Имеется в виду, чтобы стать сознательным на божественном плане. То есть вибрации божественного плана отличаются от вибраций окружающего нас мира. И поэтому для того, чтобы воссоединиться со своей высшей частью и поднять свое сознание на другой уровень, более высокий уровень, вам необходимо, чтобы вибрации вашего физического тела стали выше, выше подтянулись. И когда мы встречались с Николаем Сияновым, он говорил о том, что его волнует вот эта проблема, почему все старцы всегда отличались очень плохим здоровьем. То есть они исцеляли людей, жили в идеальных условиях, в избушках где-то там, в отшельничестве. И тем не менее здоровье они имели не самое лучшее. Но вот ответ на этот вопрос дается вот в этих цитатах. То есть наше физическое тело, оно принадлежит к материальному миру. И оно состоит из того, чем мы его питаем в этом мире. И поскольку оно самое низкое по вибрационному, наше физическое тело, то когда мы пытаемся за счет каких-то наших достижений подняться выше, на более высокую ступень, то физическое тело является тормозом, который нас сдерживает. И постепенно нужно научиться поднимать вибрации этого физического тела. Причем это неизбежный процесс. Многие люди очень пугаются того, с чем они сталкиваются на пути посвящения. То есть есть такое заблуждение, общепринятое, что человек, который идет по духовному пути правильно, то он должен обладать совершенным здоровьем и быть таким бодрячком, радостным. На самом деле в этом мире лучше всего приспособлены те, кто наиболее соответствует вибрациям этого мира. То есть те люди, для которых этот мир по своему уровню вибраций является естественным. Но когда вы пытаетесь подняться выше, то естественно вы сталкиваетесь с различными состояниями вашего сознания, и ваше физическое тело начинает сопротивляться. И вот эти важные моменты, которые бы хотелось прояснить. И для того, чтобы вам это понимать, мы, собственно, и собрались на этом семинаре. И тогда возникает вопрос у других людей. А зачем нам, собственно, тогда этот путь посвящений, если он не дает ни здоровья, ни богатства, никакого ничего? То есть вообще непонятно, собственно, куда он у нас зовут-то. То есть как раз на пути посвящений человек лишается работы, здоровья, богатства и всего остального. Поэтому вот те люди, которые этого не понимают, я думаю, что они на такие семинары и не ездят. А кто этого еще не понимает, мы будем пытаться это объяснять. Потому что весь выбор, весь выбор, который мы делаем, это этот мир или божественный мир. И степень посвящений, вся степень посвящений не сводится к тому, что мы становимся умными, все знаем, все, значит, вот. Качество интеллекта, оно, наоборот, мешает нам на пути посвящения. Тогда, когда мы отказываемся от этого мира, вот тогда мы достигаем определенных ступеней посвящения. И если вы вспомните примеры Древнего Египта, который мы проводили, да, то все тесты, все испытания этих бедных несчастных испытуемых были связаны с тем, что их пытались напугать, то есть, что вот он лишится тела, его там в холодную воду и в горячий песок, и издеваются над ним, бедным, как хотят. А он должен выстоять, выдержать этого. Потому что он понимает, что он не есть это физическое тело, что он больше, он Бог, и он устремляется в тот божественный мир. А в том божественном мире как раз и нет ничего того, что есть в этом мире, понимаете? Поэтому вот когда мы это начинаем понимать и жить в соответствии с вот этими установками, вот тогда мы становимся посвященными. Вот. Понимаете, какое опасное учение? Оказывается, нам тут ничего не надо в этом мире. И вы понимаете теперь тех первых христиан, которые получили от Иисуса Христа вот какое-то понимание того учения, которое все-таки истинное учение, которое давал Иисус Христос. И вы понимаете, почему они с такой радостью шли на смерть? Потому что они очень хорошо осознавали, что они не есть это тело. Им было радостно умирать на самом деле, радостно проходить мучения. Итак, мы продолжим. Элизабет Хэйч, посвящение. Великая Инициация означает сознательное переживание жизненной энергии и созидательных вибраций на каждом плане развития в их первоначальной чистоте, без трансформации, с одновременным проведением их в нервы и тело, что требует соответствующего сопротивления, для выработки которого и нужна физическая и психическая тренировка. Это значит, что надо постепенно и осторожно подготовить и разбудить соответствующие нервные центры и научиться их контролировать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok